Проводить обучение будут выпускники IoT-лаборатории первого цикла. Мы их уже знаем. Что касается бизнес-части, обучение будет проводить наш партнер, бюро бизнес-инжиниринга и Bitesales School. Помимо вот этого дип-дайва, бут-кемпа, будут еще менторские сессии и обучающие сессии на протяжении цикла IoT-лаборатории. Это будут некие отход вещи. Например, у нас есть в рамках IoT-лаборатории комьюнити UX дизайнеров. Они тоже хотят участвовать в командах, давать помощь. То есть они будут свои какие-то обучающие сессии проводить. И, собственно говоря, мы будем доукомплектовывать ваши команды вот этими людьми из тусовки UI-UX. Что касается таймлайна. Видится он следующим образом. То есть момент, когда мы всех выгоним, это конец августа месяца, начало сентября. То есть цикл мы реально стартуем 5 декабря с обучения. То есть вот он наш в декабре бут-кемп. С 5, по-моему, по 19 декабря, если я не ошибаюсь, вот 2 недели, это вот те 2 недели, в которых будет такая жесткая начинка всего. И потом вы уходите на праздник. На праздниках у вас будет очень много работы. На праздниках до 20 января. Суть работы будет состоять в финализации вашей идеи, подготовке презентации, логотипов, веб-сайтов и прочего. Это регистрация во всех наших программах поддержки, для того, чтобы уже с января, когда вы сядете делать свои прототипы, чтобы у вас все было. Это составление списка хардвер, которые вам нужны. Кстати говоря, хардвер, с одной стороны, Microsoft что-то покупает, с другой стороны, у нас есть партнеры, есть партнерские лаборатории. Например, наш партнер Elko Group, который является крупнейшим дистрибьютором различного рода серверных систем, гейтвеев и прочего. У них есть своя лаборатория, туда тоже можно будет ходить. Есть партнер у нас, роды Schwarz, который является производителем высокоточного измерительного оборудования. Часть оборудования есть у нас в лаборатории ихние, но для наших стартапов они предоставляют доступ в свой офис на случай, если вам нужны какие-то очень экстраординарные и дорогие вещи. Например, у них есть очень интересная камера, я до сих пор удивляюсь в нее. Вы туда ложите устройство, а эта камера, ну это выглядит как микроволновка, умеет генерировать, эмулировать сеть GSM, GPS, 3G, LTE, Bluetooth и прочее. То есть на ней можно прогонять ваше устройство в разных сценариях. У них есть еще интересные вещи, связанные с съемом изучаемого спектра устройств. Идея состоит в том, что почему роды Schwarz важен. Рано или поздно вы дойдете до вопроса сертификации вашего оборудования. Надеюсь, вы начнете с нашей страны, хотя это не является обязательным. Идея состоит в том, что центр, украинский центр сертификации, Укрмет тест стандарт полностью работает на оборудовании роды Schwarz. Поэтому очень хорошо, прежде чем идти в Укрмет тест стандарт, сходить в роды Schwarz и на аналогичном оборудовании погонять ваши девайсы. Более того, у нас, опять-таки, в рамках первого инкубационного цикла один из участников проекта является экспертом в сертификации и стандартизации. Он будет нам тоже помогать. Значит, после 20 января мы заходим непосредственно в IoT-лабораторию, размещаемся, получаем устройства, получаем рабочие места, и вы начинаете уже работать над своей идеей. С готовым ажуром, с готовым списком. Наверное, мы уже к тому моменту даже успеем эти устройства купить. Ну, если не успеем, то и купим. И, собственно говоря, с февраля по март наша задача – это создать ранний прототип. У многих он уже есть. Задача будет состоять в доводке этого прототипа. То есть вам нужно получить работающую модель вашего устройства. Это некоммерческая модель, но и не должна быть там на проводках. То есть это в каком-то полузавершенном виде некое решение, которое вы можете продемонстрировать узкому кругу людей. С апреля по июнь мы занимаемся разработкой коммерческого прототипа. Коммерческий прототип или MVP – это уже, скажем так, решение или устройство, сервис, который готов к показу заказчику. То есть как только вы подготовите вот этот коммерческий прототип, мы берем его в руки и пытаемся его каким-то образом продать. Каналы продаж у нас разные. Есть там первый канал, и это то, что будем делать мы, как наш департамент в Microsoft. Мы начнем вас таскать по всевозможным конференциям, профильным, широкоформатным, как хотите. Те ребята, которые закончили первый цикл IoT-лаборатории, они уже, наверное, задолбались ходить по этим конференциям, но реально мы их очень много таскали. Вторая часть истории – это то, что есть у нас департамент, который занимается продажами, который работает напрямую с большими заказчиками и который знает их потребности. Идея состоит в том, что у нас в рамках лаборатории мы генерируем портфолио проектов. Это портфолио попадает в наши сейлс-отделы, и если они идут к заказчику, и заказчик озвучивает какую-то бизнес-проблематику, которая, скажем так, которая может покрыться решением, которое создается у нас, то все, что он делает, он просто коммуницирует вас с заказчиком, вы начинаете диалог по запуску пилота, по подписанию контракта и прочее, прочее, прочее. Помимо майкрософтовского канала продаж, у нас есть еще взаимоотношения с Киевстаром, с Интелом и с другими организациями, Орси, например. Они все являются нашими партнерами в рамках инкубатора и предоставляют свой канал продаж в том числе. Но для того, чтобы ваш продукт попал во все каналы продаж, вам нужно очень четко понять и донести бенефиты конкретному партнеру. Идея состоит в том, что Киевстар наверняка заинтересуется продажей решений, в которых используются сервисы Киевстар. Интел заинтересуется продажей решений или продвижением решений, которые используют чипы Интел. И так далее. Орси заинтересован в продвижении решений, которые хоть как-то касаются ритейла. Собственно говоря, это для вас будет тоже достаточно интересное и важное упражнение в контексте подбора hardware. Для того, чтобы получить максимальную поддержку, вам нужно предоставить в том числе бенефиты нашим партнерам в виде использования их сервиса. Практика показывает, что, скажем так, разработка решений, которая использует все компоненты всех наших партнеров, получается дороже, нежели вы бы создали это, исходя из своих каких-то соображений. Но всегда нужно иметь в руках две вещи. Первое – это скорость запуска на рынок и поддержка партнеров. И второе – это цена вашего устройства. Если говорить совсем откровенно, я вообще против, чтобы в рамках IoT-сервисов устройства как таковые продавались. Потому что мы видим IoT не в продаже устройств, а в продаже аналитики, результата обработки данных и прочего. Поэтому, если вы построите модель монетизации, в рамках которой ваше устройство не стоит ничего, это идеальная модель для нас. Это то, с чем можно будет пойти не только в Украине, но еще и в Европе. Еще один, опять-таки, немаловажный момент в контексте продвижения ваших решений – это международные майкрософтовские программы. Одна из них является Ascent. Она была запущена совсем недавно. Это не публичная программа. Это, скорее, некая канва для сотрудников Microsoft. Но я вам ее коммуницирую, потому что хочу, чтобы вы стали участниками этой программы. Идея состоит в том, что, опять-таки, есть проблема. Проблема в том, что Azure не продается как таковой. Когда мы приходим к заказчику и говорим, дорогой заказчик, купи Azure. Он такой смотрит, такой, типа, блин, там 150 сервисов. И, типа, как это закрывает мою бизнес-проблематику, вообще не очевидно. Поэтому мы решили пойти немножко другим путем. Мы хотим продавать Azure через готовые решения ISV-шников. То есть все вы являетесь ISV, dependent software вендорами, которые общаются с заказчиками, которые создают решение, которые закрывают конкретно его бизнес-проблематику или группы заказчиков. Так вот, практика показывает, что продавать готовые решения ISV-шников гораздо проще в заказчиках, чем просто продавать Azure. Потому что, когда приходит ISV, он приходит с коробочным продуктом, и сразу понятно, какую бизнес-задачу этот продукт решает и так далее. Поэтому мы с вами будем работать по некому, я надеюсь, ин-вин сценарию, когда мы, продавая вас, увеличиваем консумшен ажура на ваших подписках. Соответственно, если вы на ажуре, чем больше мы вас напродаем, тем больше вы законсюмите сервиса, тем больше вы в конечном итоге заплатите. И поэтому здесь очень важно сразу же поставить правильную модель монетизации, чтобы вот в этом вы заплатите, не оказалось, что вы платите все только Microsoft. Поэтому мы будем проводить архитектурный ревью, поэтому я категорически против использования ваших сервисов в виртуальных машинках таковых. Потому что это дорого, это неоправданно. Действительно, коммерчески интересные сервисы и правильные получаются на базе использования SaaS-сервисов в Azure, которые решают очень много задач, которые очень финансово эффективны, имеют возможность легкого масштабирования, поддержки и так далее. Так вот, возвращаясь к программе ASAM, ее задача генерировать интересные технологичные кейс-стадии, которые мы будем разносить в Украине и по Европе, ну, минимум в Центрально-Восточной Европе, которые будут звучать на конференциях, о которых будут знать представители в других офисах Microsoft, да, и так далее. Что такое технологически интересное решение? Это решение, которое используют наши SaaS-сервисы типа IoT Hub, типа Machine Learning и так далее, типа ботов, вот такие вещи. Поэтому, если, опять-таки, вы хотите попасть в максимальное количество программ, поддержки и так далее, вам нужно будет продумывать архитектуру, мы вам в этом поможем. И от чего себя точно надо отучить, это от создания решений на базе виртуальных машин. Я вам сразу скажу, если сейчас, ну, как бы, есть достаточно простой вариант, да, разворачивания чего-то в Azure и использования этого в Azure, это вы разворачиваете себе какую-то Linux-овую виртуалочку, туда деплоите ваш какой-то отработанный код, и это все замечательно работает. Оно действительно работает, просто никому не интересно вас продавать, по крайней мере, внутри Microsoft. Почему? Потому что для нас вы являетесь таким, как это сказать, достаточно рисковым MSV, мы с такими тоже работали, они в какой-то момент начинают выкручивать руки, типа давайте вот мы чего-то, скидки и так далее, типа ребята, может вы архитектуру переделаете и сделаете финансово-эффективное обладание? Не-не-не-не, вот у нас виртуалочка, вот нам все нравится. То есть, вот эта модель нам не очень интересна, я надеюсь, что по ней мы работать не будем. Собственно говоря, после того, как вы сделали вот этот коммерческий прототип, с июля по август мы с вами пытаемся наладить массовый выпуск. Опять-таки, мы работаем с партнерами типа R&D64 и ARTKB, которые оказывают некую помощь в этом. Они оказывают большую помощь, если вы им платите, небольшую помощь, если вы им не платите в рамках инкубации в IT-лаборатории. Но идея состоит в том, что у нас в принципе он-сайт, то есть в той части офиса, есть комплекс, я это называю замкнутый цикл прототипирования. Есть комплекс, который позволяет вам в принципе сделать практически все. Начиная от печати рисунка на печатной плате, на печатной плате ее, его вытравление. Есть у нас принтер, который наносит паяльную пасту на контакты. Есть машина, которая наносит SMD-компоненты на плату. Есть печь, которая это все запекает. То есть в принципе, первую серию для первого заказчика вы можете создать и у нас. Оттестировать это все, понять, какие есть проблемы и прочее. И потом уже вот этот отработанный набор документов и так далее вы передаете либо локальным украинским компаниям, либо братьям-китайцам, которые это делают в том количестве, в котором вам надо и в котором вы считаете нужно. Значит, с декабря по январь. Мы ожидаем, ну как минимум 20 января, мы ожидаем некий team readiness. Это когда все команды готовы к работе. Подразумевается, они зарегистрированы во всех программах, они финализировали свою идею, у них есть набор оборудования необходимый и так далее. То есть с конца января мы хотим уже, в общем-то, погрузиться в эту плотную детальную работу. С февраля по июнь мы будем проводить регулярные различного рода сессии полуобучающие, да, или менторские сессии. Плюс ко всему, с каждой командой у нас будет еженедельный синкап. Мы хотим понимать, какой статус вашего проекта, да, там, на текущий момент, что вы сделали за неделю, что вы будете делать на следующей неделе. Это буквально, там, пятиминутка, которую, скорее всего, мы будем проводить либо в пятницу, либо в понедельник, еще подумаем. В связи с этим, опять-таки, в период новогодних праздников вам нужно будет подготовить проектные планы, высокоуровневые, да, что вы собираетесь здесь делать 8 месяцев, и низкоуровневые, что вы собираетесь делать в ближайшую неделю-две в вашем сервисе, в вашем решении, в создании вашего решения. Ну и, собственно говоря, июль-август, это graduation, это плавное покидание IoT-лаборатории. Так, сессии архитектурного ревью мы будем проводить в феврале. Все наши sales, go-to-market и co-sell активности мы будем проводить, начиная с апреля, как только будет коммерческий прототип. Рабочее место команды представляет из себя стол, три стула, монитор и базовый брендинг. То есть все очень просто. У вас также будут персональные тумбочки, в которых вы можете хранить ваш хардвер под ключом, да, никто к нему не будет иметь доступа, кроме меня, наверное. Вот. У нас есть небольшая education зона, в которой есть плазма, стенд для спикера, есть флипчат, есть уголок, лодчик IoT-эквитмента, это там, где стоит вот это оборудование для мелкосерийного производства, там же 3D-принтер и какие-то там генераторы напряжения, там, лабораторные блоки питания, вернее, и измерительно это. У нас есть свой собственный Wi-Fi роутер, это была самая тяжелая задача на запуске IoT-лабораторий, сделать прямой собственный интернет, не корпоративный. Мы это, слава богу, сделали, купили свой роутер, подрубились не к майкрософтовскому интернету, а к интернету бизнес-центру, который, в общем-то, работает без ограничений, да, поэтому у нас будет свой закрытый интернет, в котором вы сможете, с которым вы сможете коннектить ваши датчики и устройства, да, проверять их работу, ну и так вообще, да, сидеть и работать. Подразумевается, что в саму лабораторию на этапе там работы вы приходите со своими ноутбуками, компьютерами и так далее. В принципе, на столах вы можете их разместить, оставить, никто лишний туда не ходит, ходят только свои. Если заходит кто-то лишний, там есть камера, если что, мы потом узнаем, кто зашел, как минимум. А бы вышел. Или вышел. Два основных ваших контакта в IoT-лаборатории. Это я, Сергей Павловский, я являюсь идеологом этого проекта. Второй, скажем так, кофаундер или активный участник – это Таня Зубец. Что касается разделения работ между нами, я в основном занимаюсь, собственно, engagement команд, организацией обучения, присутствием на этапе там инкубационного цикла и так далее. Таня работает в фоне, но при этом работа, которую она делает, она очень важная. Это PR coverage нашей инициативы, это построение конкретных маркетинговых планов с каждой из команд и так далее и тому подобное. Вот этим всем мы летаем. И, собственно говоря, я хочу сделать тоже такой небольшой анонс. Несмотря на то, что этот хакатон – это отборочный хакатон. Образумевается, что кого-то мы отберем, кого-то не отберем. Мы сейчас в рамках второго инкубационного цикла пробируем новый формат нашей инициативы. Во-первых, мы стартуем не только в Киеве, но еще и в городах – это Одесса и Харьков. На следующей неделе я еду туда еще отбирать команды. Но в Киеве у нас будет, скажем так, большая локация, где мы будем хостить от 10 до 15 команд. В городах будет 3-5 команд. Второй момент, который мы хотим тоже апробировать и, надеюсь, у нас это получится, по крайней мере, есть уже видение и план, как мы это собираемся делать. Это, если есть команды, которые не попали в инкубационный цикл по тем или иным причинам, но хотят делать свой продукт, хотят работать дальше, мы включаем их в наш инкубационный цикл как удаленные команды. Что это значит? Это значит, что да, за вами не закреплено место в офисе, но вы в любой момент можете туда прийти и поработать, например, на оборудовании или поработать на каком-то шейрет рабочем столе, который тоже в лаборатории будет. Вы будете включены во все наши активности – обучение, менторские сессии, синкапы и так далее. Соответственно, требования к вам как к командам удаленные будут абсолютно те же самые. Это наличие проектных планов, это выход на синкапы, это тот же самый таймлайн, который я показывал и так далее. Если у нас все получается, опять-таки ваш проект будет в общем списке, в общем портфолио проектам наравне с теми проектами, которые хостятся в IoT-лаборатории. То есть для нас вы будете являться обычным участником IoT-лаборатории, просто который сидит не у нас в офисе, а где-то у себя в офисе. Вот, поэтому, ребята, те, кто не попадут в инкубационный цикл, не расстраивайтесь, если вы действительно хотите что-то делать, хотите на этом зарабатывать, вам нужна наша помощь, я готов с вами работать по вот этой удаленной модели. Опять-таки, все то же самое, кроме наличия места в офисе. Кстати говоря, с некоторыми командами мы уже проводили предварительный отбор, то есть сейчас мы набираем не 10 команд, а у нас есть, по-моему, 4 места. Идея состоит в том, что некоторые команды, они не хотят у нас в офисе сидеть. Ну, как бы смысл, если они уже работают у себя в офисе, если у них уже все там стоит, если им там удобно собираться, то как бы смысла их сюда тащить тоже нет. Поэтому на этапе хакатона, в том числе, вам наподумать, а нужно ли вам сидеть в офисе. Если вам не нужно сидеть в офисе, то тогда мы с вами работаем как с удаленной командой на те же основания. Это что касается непосредственно проекта IoT лаборатории. Есть ли сейчас какие-то вопросы, непонимания, вот что-нибудь. Да. Смечающие материалы будут записаны? Да, будут записаны, но они не будут в паблике. Они будут только для тех участников, которых мы отберем либо онсайт, либо удаленные команды. То есть мы их выкладывать куда-то на Channel 9 или на MBA не будем. У нас будет портал, в котором по своему логину и паролю вы сможете зайти и все эти видео пересматривать. Почему мы не хотим это шарить совсем в паблик? Потому что обучение, которое проводим, ну мы, пожалуй, можем свои какие-то курсы, сессии выложить. А вот партнеры, они, скажем так, проводят обучение, за которое обычные люди платят деньги. И поэтому они не заинтересованы в том, чтобы тот контент, который они дают вам, он попал куда-то в паблике, ну они просто перестанут зарабатывать. Поэтому вот есть такой restriction, видео действительно будет выкладываться, но не в публичный доступ, а только для участников проекта. еще. Неужели все понятно, все чисто, красиво? Не, просто на прошлом инкубационном цикле, знаете, было типа вы нам купите устройство, а какой бюджет, а сколько мы можем потратить. Мы еще не определились. На самом деле, смотрите, как было в прошлом инкубационном цикле, мы реально просадили в трубу кучу денег. Так бывает. Вот. Почему в трубу? Потому что на этапе запуска инициативы я такой сел и подумал, ну, наверное, придут команды. Что им надо? Фиги узнают. Поэтому купим все. Мы купили наборы Raspberry, наборы Arduino, наборы это подразумеваются стандартные вот эти киты. Нет Arduino, Intel-овскую платформу Intel затащил. Плюс мы еще покупали отдельно наборы датчиков каких-то невероятных там и так далее. В итоге, подожди, в итоге пришли команды такие типа мы им такой, знаешь, кулёк выдали этого всего. И сейчас там процентов 60 этого кулька, оно лежит там мертвым грузом. Просто потому, что это не используется. Поэтому в этот раз мы сразу ничего покупать не будем. Мы лучше эти бюджеты потратим исключительно на те потребности, на те устройства, которые вам нужны. А то, что там 30 секунд. Можно? Да. 20 секунд. Там много лежит всяких артуинок. Я считаю, Airt Lab уже настолько развился, что командам, которые работают и развиваются в рамках Airt Lab, нужны стажеры. Можно по субботам проводить собрание клуба, например, в Витчин, куда будут приходить такие зеленые бобры, которые еще не умеют нормально ходить, их будут учить, и они могут за маленькие деньги выполнять задачи для тех команд, которые развиваются. То есть это как некий вопрос рекорд. Вы не команда, вам нужен будет все равно персонал. Вы рано или поздно начнете платить своим людям. Пока вы фаундера два, вы не платите. Но когда у вас появляется третий первый наемный сотрудник, вы же где-то его должны взять. Да, смотрите, покупать сотрудников мы точно не будем. Смотри, есть два важных момента в этой инициативе. Я, в принципе, не против. Вот та часть офиса, она моя, никто туда кроме меня не это самое. Вот. Поэтому, если ты хочешь собирать по субботам, то ты будешь рулить. Не вопрос. То есть, как бы, инициатива, ну, в общем, инициатива. Второй момент, это действительно вопрос денег. Здравствуйте. Смотрите, как бы, наша инициатива, это, кстати, тоже важный момент, да, всем адресовать. Майкрософт, как организация, мы не берем equity какой-то в компании вашей или какие-то деньги сразу за то, что вы участвуете и так далее. Этого у нас нет. Почему? Мы хотим продвигать наш технологический стайк. Это единственная наша цель. Поэтому у нас, кстати, на прошлом инкубационном цикле и на этом инкубационном цикле будет работать золотое правило. Кто сказал слово «Амазон», вылетел из инкубационного цикла. То есть, если вы пришли сюда, я надеюсь, что вы понимаете, зачем вы пришли. Вы понимаете, что наш интерес – это ажу. И поэтому вопросы типа «А мы на Амазончике тут сейчас быстренько?» Вот на Амазончике быстренько – это в инкубационном цикле Амазона, если найдете. Вот. Это такой первый момент. Второй момент – это мы хотим с каждой командой подписать два документа. Первый документ – это NDA. С этой проблемой мы столкнулись в прошлый раз. Надо подписывать NDA. В прошлый раз мы ничего ни с кем не подписывали. И второй момент – это Technical Engagement Agreement. Это, в общем-то, достаточно новый договор для Microsoft, в общем-то, и для людей. Идея состоит в том, что для того, чтобы комфортно мне работать с вами на неком официальном уровне, второе – это для того, чтобы комфортно для нас по каждому PR-поводу выпускать статьи и так далее, вот этот Technical Engagement Agreement подразумевает участие меня, специалиста Microsoft, на вашем проекте. Без equity, без ничего. Это на бесплатной основе. Вторая часть этой истории, вот этого Technical Engagement Agreement – это разрешение использовать ваших логотипов, ваших данных в PR-коммуникациях. Естественно, там есть пункт, который указывает на то, что прежде, чем мы что-то публикуем, мы это согласовываем с вами, подтверждаем письменно, что да, текстовка правильная, логотипы в Али. То есть вот эти два типа договора нам нужно будет с вами подписать для того, чтобы просто комфортно работать. Опять-таки, мы не тырим ничьи идеи, оно нам не надо. Модель, по которой мы работаем, я надеюсь, я донес наши интересы, ваши интересы в win-win сценарию. А NDA какой смысл подписывать? Какую информацию мы не разглашаем? Это скорее не вы разглашаем, а мы не разглашаем. То есть вы работаете с нами. У нас не было претензий к вам, что вы разгласили то, что не должно было быть, да? Ну, условно, да. То есть, смотрите, опять-таки, по опыту прошлого инкубационного цикла у меня были разные команды. Были команды, которые шарили, да, то есть без проблем, прямо в лабе, там, рассказывали о своей идее, там, чего-то. Были команды, которые работали в таком полускрытом режиме. То есть они, условно говоря, делились только со мной, что они делают. Остальные участники проекта об этом не знали. В принципе, мы с этим окей. То есть если вы не хотите, чтобы ваши идеи там слышали все, ну, как бы мы просто выстроим с вами немножко другую модель коммуникации. Но для того, чтобы там и вы обезопасились, и мы, в общем-то, обезопасились, да, мы подписываем вот этот NDA. И вот как-то так. Возможно, мы еще подпишем Memorandum of Understanding, но я надеюсь, что мы его подписывать не будем. Это как? Ну, есть такая штука в MS, это некий такой, я бы сказал, рамочный, наверное, договор, Memorandum of Understanding, где мы фиксируем, скажем так, наше желание и наше, скажем так, видение работать вместе. Но если вы сюда пришли, это, в принципе, и так понятно, я так думаю. Еще вопросы организационные. Да. Как будет программ пищи? Завтра ты имеешь ввиду? Да. У меня третья часть, это организационная, я расскажу. Окей. Все понятно? Хорошо. Своя железа можно оттащить. Без проблем. Ну, только не так, как в прошлый раз. А что в прошлый раз? Ну, хламово там. Ну, стойку можно срока двух дней? Подумаем. То есть, как бы, смотрите, свое железо действительно можно приносить, но при этом приносить его так, чтобы оно не мешало другим. А трактор можно будет на стоянку приносить? А, да, до речи, доступ до парковки бизнес-центра. Туда можно? Нельзя. Я три года работал в Майкрософте для того, чтобы мне дали паркоместо. Ты хочешь прийти и получить революцию? Ну и сам там уже 20 тысяч. Год за два. Тоже вообще не чую. Вот. Поэтому, смотрите, два года уже считать. Ну, если ты мне свои видосыкнешь. А. Так, все, поехали дальше. Халивар начинается. Вторая часть истории, это история про облака. Опять-таки, я хочу вам дать просто небольшую вводную. Я понимаю, что многие уже слышали про жул. Некоторые, наверное, даже пробовали что-то делать. Но для того, чтобы вы были на одной волне, да, это вводная, теоретическая, пожалуй, вот, в котором я попытаюсь обрисовать, скажем так, перспективы использования клауда. Итак, почему клауд? Причем, вот эта часть не касается клауда конкретно Microsoft. Microsoft, она касается, в общем-то, всех других псевдоклаудов, которые есть на рынке. Вот, первое, почему люди идут в облако, это скорость. Причем, это не скорость работы сервера, да, речь идет о скорости деплоймента и скорости запуска инициативы. Потому что в клауде достаточно быстро разворачиваются ресурсы, достаточно понятная прозрачная модель. Второй момент – это масштабирование. Когда вы начинаете только ваш проект, вы деплоите минимальную инфраструктуру, которая просто поддерживает работоспособность вашего решения. По мере наплыва клиентов у вас есть простые механизмы для того, чтобы эту инфраструктуру расширять. Но при этом важно помнить, если вы изначально создаете не клауд-реди решение, не стоит надеяться, что облако сделает все за вас. Такого не бывает. Поэтому, опять-таки, на этапе архитектурного ревью, когда мы будем рисовать все ваши компоненты вашей архитектуры, мы сразу же будем продумывать, как каждый из этих компонентов скейлить. Соответственно, мы будем сразу же продумывать какие-то рекомендации по сервисам или по архитектуре, непосредственно кодовой архитектуре. Для того, чтобы это решение действительно было масштабировано. И третий момент – это экономический аспект. Меня очень часто умиляет, как работая в основном с заказчиками, но бывают и такие ASV, которые приходят такие типа «Вот, смотрите, у вас в облаке есть виртуальные машины четырехъядерные, а на Хэтснере дешевле, а на Хостинге дешевле». На самом деле, момент связан с тем, что когда вы арендуете чему-то у хостера, у какого-то сервис-провайдера и так далее, вы делаете достаточно долгосрочные платежи. Я имею в виду, вы платите, ну, наверное, минимум дней за 30. Вот. Ну, там, максимум неограничен. То есть, у вас есть квант раз в 30 дней. В Azure оплата поминутная. То есть, вы платите за используемые серверные ядра поминутно. Из этого вырождается достаточно интересный сценарий. Например, в, опять-таки, большом энтерпрайзе очень часто используется скейлинг по принципу «день-ночь». То есть, днем, когда сотрудники работают, когда сервис работает, разворачивается архитектура там в неком максимальном варианте, ночью она схлопывается для того, чтобы не ела деньги. Соответственно, у вас большую часть суток, когда сотрудники не на работе, когда доступ к сервису, да, он должен быть, но нет такого наплыва, он существует в каком-то минимальном варианте. Соответственно, прайс, который вы получите за месяц, цену за сервис, а будет меньше, нежели вы бы арендовали кусок дата-центра с фиксированными ресурсами и с оплатой за 30 дней. Ну и еще раз обращаю внимание, использование SaaS-сервисов, это готовые кубики, готовые сервисы, очень сильно помогает сэкономить деньги. Например, для стран, вот если говорить про IT-решения, очень часто, скажем так, embedded-разработчики прибегают к использованию MQTT протокола для коммуникации с бэкэндом. Это круто, и мы тоже, в общем-то, поддерживаем MQTT, но бэкэндщики строят какую-то Linux-машинку, в которой, собственно, деплоит какой-то MQTT-гитвей, который на вход принимает, собственно, сообщения с вот этих устройств. Оказывается, что такая Linux-овая машинка стоит долларов 30-40 в месяц, но при этом использование сервиса IoT Hub, в котором, по-моему, 25 или 30 тысяч сообщений в день вообще бесплатно, и там покупаются бандлы сообщений по 400 тысяч или по миллиону за копейки. Оказывается, что использование готового SaaS-решения IoT Hub, в котором вы не платите за ядра, а в котором платите там за бандлы вот этих сообщений, получается реально дешевле. Особенно на этапе старта вашего проекта, когда этих сообщений не так уж много. И таких аналогий в облаке Type-Option Badger и в других облаках их достаточно много. То есть есть готовые компоненты, которые в априори настроены под выполнение какой-то конкретной задачи, которые очень хорошо масштабируются, и которые показывают большую финансовую эффективность, нежели в тупую использование обычных виртуальных машин. Три типа сервиса в облаке – это то, что мы называем SaaS, PaaS и EAS. SaaS – это Software as a Service решение. Это вот эти самые готовые кубики, которые выполняют какие-то конкретные бизнес-задачи. Примерами таких кубиков в ажуре является, например, сервис IoT Hub. Идея его состоит в том, что он умеет принимать миллиарды сообщений в секунду. То есть вам не нужно париться, а как мне построить инфраструктуру для того, чтобы миллион транзакций в секунду хотя бы принять. IoT Hub делает это за вас. Все, что вам нужно – это создать его, получить endpoint и в этот endpoint по протоколу MQTT кидать ваши сообщения. Дальше backend разберется, что с ними делать. Другими примерами являются, например, те же медиа-сервисы. Это готовое решение для кодирования и онлайн-стриминга видео. У вас есть input endpoint, в который вы пихаете в ваш видеопоток. И дальше есть плеер, в котором вы этот поток можете наблюдать. В разных форматах и прочее. Active Directory – готовый сервис по авторизации. То есть если у вас в решении существует авторизация пользователя или предполагается, не нужно придумывать какой-то свой сервис или использовать свои решения. Берите готовое. Если вы хотите подвязывать авторизацию через LinkedIn, Facebook, Google, Microsoft аккаунт и так далее, для этого тоже есть сервис, в mobile-сервисах он находится, который позволяет достаточно легко интегрировать вот эти identity provider. То есть таких SaaS решений в Azure большее количество. Но, тем не менее, есть еще, опять-таки, cloud infrastructure – это EAS. Мы это называем на случай, если ничего не помогло, когда вот не получается строить на базе готовых SaaS-кубиков ваше решение, тогда да, можно применять виртуальные машины. И то, опять-таки, может есть смысл не применять их все цело, а применять только там, где нельзя использовать вот эти самые сервисы готовые. И есть еще набор неких high-level сервисов. Можно сказать, что это автоматизированный EAS. EAS – это то, что называется platform as the service. Разница между вот этими понятиями SaaS, PaaS, EAS – это в основном связано с зонами ответственности. Смотрите, когда мы говорим про инфраструктуру, про EAS, про виртуальные машины, очень четко нужно понимать, кто за что несет ответственность, потому что в ажуре фиксируется SLA. То есть вы используете наши сервисы, и нашу часть, нашу зону ответственности мы подтверждаем SLA, которые фигурируют в Microsoft Online Services Agreement, которые вы акцептите, когда создается ажур-подписка. Так вот, в инфраструктуре как сервис мы несем ответственность за виртуализацию. То есть на выходе как сервис-провайдер мы вам даем набор порезанных виртуалочек, а за работу операционной системы, вашего middleware и runtime несете ответственность вы. Поэтому вариант у меня сбойнула винда в EAS, это вариант не наш, это не к нам. Это значит, что вы плохо ее настроили, плохо админите и прочее, прочее, прочее. Ну уж тем более вопрос, связанный с байнул-линуксом, это тем более не так. В platform as the service, в автоматизированном EAS, мы берем на себя ответственность за работу операционной системы и определенного middleware. Но при этом мы говорим, если мы отвечаем за операционную систему, вы к ней доступа не имеете. То есть мы вам говорим, какая это операционная система, как она настроена. Да, даем возможность сделать какие-то базовые настройки для работы вашего приложения, но в корень туда операционной системы вы не доберетесь. И в SaaS решениях это мы берем на себя ответственность еще и за работу определенных сервисов. То есть если вы арендуете SaaS и получаете endpoint, а суть SaaS это принимать сообщения от IoT-устройств, то за целостность всех сообщений, за гарантию доставки внутри инфраструктуры Azure, за их сохранность и так далее, несем ответственность вы, мы берем. Вы несете ответственность за транспорт данных между вашим устройством и вот этим endpoint-ом Azure. Так, это мы пропустим. Итак, какие есть в общем-то сервисы в Azure? Есть в общем-то 4 основных таких стэка, на которых мы сейчас очень сильно сфокусированы. Это Application Platform. Это сервис, который в Azure называется Azure App Service. Это история о создании веб-приложений, о создании бэкэнда мобильных приложений, о создании приложений типа API и типа шина. Есть еще Data Analytics. Это Cortana Analytics Suite. Это набор компонентов и небольших сервисов когнитивных, связанных с распознаванием голоса, фотографий, эмоционального состояния, еще, еще, еще. Туда же входят и Machine Learning. В интернете вещей это Azure IT Suite. Это очень интересная и классная штука, которая позволяет вам в два клика развернуть готовую облачную инфраструктуру для какой-то конкретной бизнес-задачи. В Azure сейчас реализовано две бизнес-задачи. Это удаленный мониторинг и то, что мы называем predictive analytics. Вот, кстати, за паттерном predictive analytics как-то вот наши заказчики, они очень сильно тяготеют. То есть, когда мы говорим remote-мониторинг, они такие, так у нас в принципе и так есть. А вот predictive analytics для них очень интересно. Это тоже вам такой инсайт, что называется, с рынка. Может, будете использовать в своих сервисах. Что такое predictive analytics? Есть кейс с компанией ThyssenKrupp. Это американская компания, которая делает лифты. Проблема в том, что в Штатах очень сложно работать. Я имею в виду бизнес. Да, у нас гораздо проще. Можно что угодно купить и можно демпинговать. В Штатах так не получается, потому что они и так уже по марже упали дальше некуда. И они пытаются конкурировать между собой уровнем предоставляемых услуг. Что есть, в общем-то, правильно и так, как оно должно быть. И ThyssenKrupp поставил себе задачу сделать так, чтобы лифты никогда не ломались. Ну или хотя бы там около этого. Работу мы с ними вели порядка двух лет для того, чтобы сделать этот кейс. Идея состоит в том, что в свои лифты они поставили, они даже не поставили, они практически подключились к шине лифтов. Да, через специальный гейтвейк, который всю информацию слал в клауд. А в клауде работал машинлеры, который постоянно, скажем так, изучал и искал зависимости между поломками и какими-то предшествующими событиями. Для того, чтобы было проще понять, ну, к примеру там, за два года истории мы сделали наблюдение, что после события один сломался датчик. Или там начались какие-то другие показания датчика приходить. Потом ударила молния и зашел очень толстый человек, после этого лифт ломается. Да, то есть это цепочка шагов, которые приводят к поломке лифта. При помощи вот машинлёрнинга и вот этой предиктивной аналитики, когда показания датчика изменились и когда ударила молния, оператор тут же получает олент, что если зайдёт толстый человек, лифт сломается. Иди чини датчик, да, или не пускай толстых людей в лифт. То есть паттер вот этой предиктивной аналитики, это на базе каких-то исторических событий мы ищем связи, исходя из которых мы можем с определённой доллой вероятности предвидеть какое-то событие там, поломку или ещё чего-то. Так, ну и клауд-инфраструктура, это то, о чем я, пожалуй, не очень хочу говорить, да, это всё о EAS. 28 дата-центров. У нас сейчас в облаке. Когда вы деплоите ваше решение, вы явно указываете, куда вы его, в какой дата-центр деплоите. Мы рекомендуем европейские дата-центры. В Европе есть один большой дата-центр под открытым небом, который находится в Дублине. И есть дата-центр, хотел сказать, под закрытым небом. Закрытый дата-центр, это регион Васть Европы, это в районе Амстердама. Почему рекомендую делать это в Европе? Потому что, с точки зрения маршрута, это ближайшие дата-центры к Украине. Но при этом, если вы, например, целитесь на рынок штатов, в штатах этих дата-центров, тут натыкано. Кстати, не только в штатах, в Бразилии тоже есть. Идея состоит в том, что вам нужно размещать ваше решение максимально близко к целевой аудитории. То есть, если вы в вашем стартапе концептуально решили запускаться на штатовском рынке, то деплойте ваше решение и тестируйте именно на штатовских дата-центрах. В Пивничной Европе найдешевше, в Японии найд дороже. Да, есть еще действительно разница в цене. Чем обусловлена эта разница? Тем, что, например, дата-центр в Дублине, он находится где-то, я не скажу, что в Высокогорье, но где-то в горах. И там температура из года в год меняется плюс-минус 10 градусов. То есть, там нет скачков температуры и так далее. Это нормированная климатическая зона, в которой температура такая, что обычным атмосферным воздухом без дополнительного охлаждения мы можем охлаждать наш дата-центр. За счет этого мы экономим деньги. Или, например, дата-центр где-то в районе экватора, где, во-первых, жарко, во-вторых, вода дорогая. Естественно, там сервис будет стоить немножко дороже. В принципе, по-моему, есть только две градации цены, вот versus дата-центр. Это дата-центры, блин, вот надо вспомнить, я уже не помню. Ну, короче, есть дата-центры, у которых одна цена чуть выше, у всех остальных цена одинаковая стандартная. Не-а, там цены отличаются буквально четыре-пять разных цены есть. Ну, на один, например, будет сториджи. Европа, Певничная Европа, две разные цены. Ну, то есть, Захидная Европа, Певничная Европа. Азийский регион, Япония самый дорогий и потом дешевший. И в США троше отличается. Ну, там может співпадать. Ну, может быть, да. На самом деле, может уже и больше градаций, но не суть. Идея состоит в том, что, действительно, в зависимости от того, где вы размещаете ваш сервис, цена может меняться. Да, это важно помнить. Но, опять-таки, это можно предусмотреть на сайте, портал, на сайте ever.com есть раздел pricing, там есть калькулятор, где вы явно выбираете регион, в котором вы собираетесь деплоиться. И цены на ресурсы, которые, в общем-то, которые вы добавляете в калькулятор, они уже, там, считаются по ценам конкретного дата-центра в конкретном регионе. А, можно еще то, что вы говорите? Да. 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 Это уже детали. Да. Вы выбираете целевую аудиторию заранее. Конечно, да. Да, кстати, да. Это важный комментарий. Окей. Azure – одна из немногих платформ, в которых реализованы достаточно мощные механизмы по построению гибридной инфраструктуры. Я не уверен, что вам это нужно как стартапам сейчас, но, возможно, рано или поздно, когда вы начнете работать с большими заказчиками, этот вопрос для вас станет. Поэтому keep in mind. Идея состоит в том, что заказчик очень часто говорит, вот давайте вот эти компоненты вашей архитектуры мы будем хранить в публичном облаке. А вот эти компоненты – это база там и так далее. Мы не хотим ни в какие публичные облака, она должна быть у нас. И в связи с этим вам необходимо будет строить некую гибридную инфраструктуру, когда часть компонентов вашего сервиса находится в публичном облаке, часть находится на стороне заказчика в приватном облаке. И в Azure есть механизмы, например, механизм ExpressRoad – это штука, которая позволяет фактически пробить прямой оптоволоконный канал от вашего офиса до стойки в дата-центре Azure. Есть штука, называется StoreSimple для создания гибридного хранилища. Когда у вас есть свое хранилище и кусочек облачного хранилища, через механизм StoreSimple вот эти два пула объединяются в некое общее хранилище. StoreSimple штука очень дорогая. Она подразумевает наличие стойки у вас в дата-центре или в дата-центре вашего заказчика. Есть возможность пробрасывать опять-таки VPN-туннели. Можно в облаке поднимать свои собственные AD-шные контроллеры, включать компьютеры в AD-шные группы, делать их как подсеть вашей наземной сети или в облаке наземную сеть делать как подсеть облачной сети и так далее. То есть этих механизмов на самом деле достаточно много. Их в принципе, их аналоги есть в других сервисах, но на сейчас Azure номер один из платформ, которая позволяет достаточно быстро, легко и, главное, правильно создавать гибридные инфраструктурные решения. Открытость. Есть, до сих пор существует такой миф, но он уже так улетучивается потихонечку. Просто там 4-5 лет назад, когда я начинал работать с Azure, это было действительно тяжело. Поддерживалось только Windows и .NET. Сейчас в нашем стеке технологий, которые мы поддерживаем, и присутствуют, наверное, там 90% тех технологий, которые вы так или иначе используете в ваших сервисах. Более того, если говорить про готовые application платформы, мы интегрировались с большим количеством CMS, мы их адаптировали под Cloud, добавили в галерею, и теперь вы можете разворачивать там различные WordPress, Joomla, Braco, Drupal и прочие CMS-ки спокойно в облаке прямо из галереи. Есть большая галерея виртуальных машин, в которой представлены не только майкрософтовские продукты, но и сервпати продукты типа Oracle, SIP и так далее. Есть также и комьюнити решение, это набор виртуальных машин, которые выкладывает комьюнити. Это виртуальные машины с настроенным лэмпом или с настроенными конкретно какими-то вещами. контейнеры мы поддерживаем разные, при этом, может слышали, выходит отдельная редакция Windows Server, Windows Server Container Edition, тоже полностью поддерживается Cloud. Что касается то, что называется DevOps или ILM, управление разработкой. Azure хорошо интегрирован с инструментом Visual Studio Eclipse. При этом есть еще Visual Studio Team Services, это облачная редакция Team Foundation сервера, которая позволяет вам хранить ваш код, его там билдить, тестировать и деплойт сразу же в Cloud. Мы поддерживаем, в общем-то, большое количество репозитариев, не только GitHub, их порядка двадцати, включая всякие дропбоксы, вандрайвы и то, что вообще не предназначено для хранения кода. Есть готовые коннекторы к внешним системам, к внешним облачным и наземным системам, если хотите. Вот. Это, естественно, наши платформы Office 365 Dynamics. Есть также коннекторы в Salesforce и другие системы. Есть такой сервис в ажуре, называется Logic Apps, и там этих коннекторов, такой список десятым шрифтом, наверное, три вордовских страниц. Ну и, собственно говоря, сертификация ISO 27001, SAS 70, тип 2, PCI DSS, это все история про дата-центры ажура. Поэтому, даже если вы захотите размещать платежные системы в облаке, облако уже сертифицировано по этому. Человек про проекции Китай? Привет. Вон, правый нижний кут. Да, Китай. Типа, можно за китайский Firewall поставить и никто не будет видеть? Ой, слушай. Попробуй в рамках программы. Поставить и не побачить. Так, пожалуй, маркетинг я немножко упущу. Да забей, блистай. Это я тоже упущу. Виртуальная машина. Не хочу вам о них рассказывать. Хочу рассказать единственное, что про вот это. Смотрите, очень частый вопрос, который звучит в клауде, это защита. Защита от проникновения, от кражи данных и защита от DDoS-атак. Все данные, которые хранятся в облаке, хранятся в зашифрованном виде. Весь транспорт шифруется. То есть, в принципе, что касается хранения данных в самом клауде, там ничего в открытую не входит, даже сигнальные какие-то команды. Расскажу вам очень интересный кейс, связанный с баракудой. Баракуда – это софтверное решение, достаточно дорогое, задача которого – это отбивать DDoS-атаку. Это, в общем-то, уже отработанный паттерн на наших заказчиках. Идея состоит в том, что в момент, когда на облачную инфраструктуру начинается DDoS-атака, и вы это заметили по каким-то метрикам, которые, опять-таки, облако вам предоставляют. Первое, что вы делаете – это поднимаете вот эту виртуалочку баракуда, настраиваете ваш уровень на нее, на ее айпишник, и она начинает отбивать DDoS-атаку. То есть это то, что называется прогрессить пожар. Потом вы пишете urgent ticket в support Azure с сообщением, что на ваш сервис параметры такие, идет DDoS-атака. Центр поддержки ставит ваш бэкэнд на трассировку. Там не идет вмешательство в сами виртуальные машины, это скорее на уровне сетевой инфраструктуры. И на фабричном контроллере снимается профиль DDoS-атаки. Эта штука очень интересная. Я не знаю, как он делается, но тем не менее. После снятия этого профиля, где-то обычно это занимает 2-3 часа, этот профиль подкладывается на балансировщик, и балансировщик уже сам начинает отбивать эту DDoS-атаку. После этого вы тушите баракуду, и у вас все хорошо. При этом Microsoft обещает, что трафик, который был сгенерирован в результате DDoS-атаки, в биллинге участвовать не будет. Вопрос в том, что этот трафик нужно доказать, но потенциально такая опция есть. Поехали дальше. Игры. А что там с premium storage было? Это SSD storage. Хочу добраться до, ну вот, пожалуй, интересный момент. Это application полформа в ажуре, которая представлена, в общем-то, рядом с сервисом. Якорным сервисом и одним из самых важных сервисов, которые вы наверняка будете использовать в ваших решениях, это Azure App Service. Это сервис для хостинга ваших веб-сайтов, для хостинга ваших API, для хостинга бэк-эндов мобильных приложений. Есть еще такая штука как notification tabs. Если вы будете создавать какие-то админки с мобильными клиентами, то через этот сервис можно достаточно легко и просто отправлять кушами демейку. есть возможность использования storage, опять-таки создание гибридных соединений. Есть очень интересный механизм, который называется application insights. Это штука, которая позволяет диагностировать работу вашего сервиса от устройства до бэк-энда. Тоже рекомендую его использовать. Это, собственно говоря, как происходит деплоймент ваших приложений через сервис Visual Studio Online. Тоже достаточно удобная штука. И опять-таки это к вопросу, каким образом вы будете менеджить ваш проект. Я имею в виду в контексте работы в команде. Рекомендую рассмотреть вам Visual Studio Online или как он сейчас называется, Visual Studio Team Services. Это сервис, который позволяет вам хранить, билдить, нагружать, делать load-тесты и деплоить ваше приложение в автоматическом режиме прямо на вашу подписку в Cloud. Кстати говоря, интересный момент. Это то, что Buildagent Visual Studio Online умеет билдить даже агроидовские приложения. Что, в общем-то, не очень типово для Microsoft. Пока. 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 Да. Апп сервис – это история четырех подсервисов. Сервис Azure Web App для хостинга веб-сайтов. При этом этот сервис очень сильно похож на обычный хостинг, который вы покупаете за 10 гривен в месяц. Вот в обычном сценарии хостинга у вас, условно говоря, как потребителя услуги, есть некий FTP-доступ в какую-то директорию, куда вы выкладываете ваши бинарники или ваши PHP-шнички, после чего вы рефречите браузер и у вас все работает. Это похожая штука с единственным исключением, что там есть достаточно гибкая система масштабирования. Идея состоит в том, что вначале это может быть некий shared хостинг, в котором вы шарите с другими пользователями некий общий сервер. Потом вы можете переходить на выделенную модель, когда ваше решение деплоится в конкретном сервере, который зарезервирован под вас. И в премиум модель, когда ваше решение разворачивается на нескольких серверах под балансировщиком нагрузки. Все вот эти манипуляции, связанные с масштабированием, происходят без прерывания сервиса абсолютно. И при этом у вас есть возможность вот этот scaling делать сколько раз угодно в сутки, тем самым оптимизируя вашу модель затрат. Это мобильные сервисы. Это отдельный сервис для создания backend для мобильных приложений. Если вы разрабатываете, скажем так, к вашему IT решению какие-то мобильные админки или мобильные клиенты, то backend, который построен на базе мобильных сервисов, достаточно неплохо себя зарекомендовывает. В особенности использование стандартных функций типа push-уведомления, типа авторизации, используя identity-провайдеры Google, Facebook и так далее. это возможность выполнять какие-то scheduled операции в рамках этого сервиса, это возможность привязывать базу данных SQL Azure и автоматически транслировать REST HTTP запросы в SQL запросы в базу. При этом управлять доступами достаточно легко, используя либо Azure Active Directory, либо какую-то свою компанию. Что касается аналитики данных. Для хранения данных есть три якорных сервисов. Это SQL Database, это DocumentDB и это Azure Storage. Для обработки данных существует HD Inside и Machine Learning. Для визуализации данных можно использовать либо, опять-таки, ваши веб-апы, либо механизм Power BI. То, с чем мы с вами по-любому будем работать, это два сервиса IoT Hub и Stream Analytics. Еще раз, что такое IoT Hub? Задача этого сервиса обеспечить то, что называется транспорт и коннективити. Идея состоит в том, что ваше embedded-устройство наверняка не смогут, а даже если и смогут, то с определенными напрягами работать по стандартным TCP-шным секьюрным протоколам или по протоколам HTTPS, например. Для обеспечения соединения между вашими мобильными, вернее, между вашими IoT-устройствами и облаком, хорошо использовать легковесные протоколы типа MQTT или более немножко тяжелые, но все же тоже легковесные, это IMQP. В чем достоинство MQTT протоколов? В том, что это дуплексный протокол связи. Соответственно, когда вы создаете connection к вашему устройству, это значит, что у вас есть возможность слать сообщение от устройства в клауд и из клауда в устройство. Второй момент – это безопасный протокол. То есть в облаке нет возможности соединиться по MQTT в открытую. Вам в любом случае нужно будет ваше сообщение подписывать ключом, который выдает IoT Hub. Еще одна интересная особенность IoT Hub – это Device Management. Это встроенный такой микросервис в этот сервис. Идея состоит в том, что IoT Hub не дает коннектиться вот абсолютно всем устройствам, которые знает ваш endpoint. Приведу такой пример, тоже называется из жизни, из рынка. У кого есть автомобили? А кто знает про сигнализацию Starline? Кто-то знает? Ну ладно. Есть достаточно популярный в России и в общем-то в Украине производитель сигнализации, компания Starline, они столкнулись с большой проблемой. Изначально, скажем так, не очень правильной проектировки их бэкэнда, они столкнулись с большим количеством китайских подделок. То есть китайцы клепают Starline, поставляют их на рынки, продают. Starline из-за этого терпит в общем-то серьезные убытки, вплоть до того, что у них на сайте даже можно найти информацию в стиле «Если вы нам укажете на канал поставки нелегальных девайсов, мы вам заплатим столько-то денег». То есть они реально сейчас очень сильно борются с вот этим наплывом контрафактных комплектов сигнализации, которые поставляются под видом настоящих. Проблема заключается в том, что есть сервис Starline Телематика. Очень интересная штука, которая фактически всю диагностическую информацию из автомобиля выгребает, там анализирует, визуализирует и так далее. И проблема заключается в том, что до какой-то поры любой Starline, зная там точку доступа и ключ, мог туда достучаться, при этом как оригинальный, так и поддельный. К чему я эту историю рассказывал? В Ажуре есть сервис, который называется Device Management, в котором помимо информации о ключах и об айтишниках устройств, которые должны, собственно, коннектиться к IoT Hub. Есть еще возможность снимать отчетность по количеству коннектов от определенных айтишников устройств и блокировать их в случае, если там вам что-то не нравится. идея состоит в том, что как только китайцы, китайцы же ведь не могут, наверное, стырить вашу прошивку, то есть если китайцы стырили вашу прошивку, это как бы скорее ваш бог, но тем не менее. Обычно они клонируют устройство, скажем так, на низком уровне. То есть либо спиливают магрицу, фотографируют и делают похожее, либо, скажем так, покупают ваше устройство, делают reverse engineering в контексте съема информации, ну что делает чип, условно говоря, и делают то же самое. Так вот, у китайцев не будет доступа к вот этому реестру разрешенных устройств, потому что этот реестр в защищенном виде хранится в клаве. И все, что они смогут сделать для того, чтобы действительно сделать клон устройства, который коннектится в онлайне к вашему сервису, это с одним и тем же айтишником и ключом выпускать сотни тысяч устройств. При помощи Device Identity вот эти читерские вещи достаточно легко отследить. Если вы знаете, что у вас в программе написано, что устройство коннектится раз в секунду, а вы видите какой-то айтишник, который коннектится сто раз в секунду или тысячу раз в секунду, наверняка либо с этим устройством что-то не то, либо вас начали клонировать. Такие кейсы были. И закрывается это очень легко и просто. То есть вы просто диземлите этот девайс, получаете миллион электронных писем о том, что у нас перестали работать устройства, на которые ответы на эти письма, они весьма стандартные. Типа, где вы их купили, покажите чек. Сервис Stream Analytics существует для распределения потока данных. Идея состоит в том, что в вашем сервисе IoT устройств может быть много и разных. И данные, которые они отправляют, тоже могут быть много и разных. А IoT Hub принимает все эти данные. Вот абсолютно все. Дальше у вас может быть несколько бэкендов для обработки определенных типов данных. Либо есть данные, которые требуют обработки, а есть данные, которые не требуют обработки. Такой достаточно простой пример. Представим себе измеритель температуры в помещении. В случае, если температура превышает какие-то пороги, нужно что-то включить. Как бы это делалось с IoT Hub и Stream Analytics? В IoT Hub бы попадала информация о всех параметрах температуры. А в Stream Analytics вы задаете условия. Например, нормальная температура для работы – это от 20 до 25 градусов. Если с датчика температуры прилетает температура вот в этом диапазоне, от 20 до 25, вы без обработки эти данные либо удаляете, либо просто сбрасываете в сторож для дальнейшей какой-то аналитики. Но если у вас температура за 25, Stream Analytics может отправить вот это сообщение в какой-то backend, который свяжется с кондиционером и включит кондиционирование. Если прилетел параметр температуры ниже 20 градусов, может отработать какой-то другой backend, который включит обогреватель. Может быть еще третий backend, когда какому-то человеку прилетит какой-то алерт на его мобильный телефон. Иными словами, Stream Analytics может с одной стороны фильтровать и распределять данные, тем самым обеспечивая вам достаточно эффективную модель. Почему? Потому что вам не нужно вашим backend обрабатывать миллион сообщений. Вам нужно обрабатывать только те сообщения, которые действительно требуют обработки. Остальные сообщения, которые они требуют, они просто ложатся в хранилище для дальнейшей аналитики и прочего прочего. Это что касается Stream Analytics. Что такое IoT Suite? IoT Hub это низкоуровневый сервис, задача которого просто обеспечивает транспорт. IoT Suite это готовая инфраструктура для выполнения конкретных задач. Моя рекомендация, когда вы будете опять-таки думать над своими решениями и строить архитектуру, очень хорошо ее строить, отталкиваясь от готового шаблона в IoT Suite. Так или иначе, в 90% случаев все IoT решения сводятся либо к удаленному мониторингу или удаленному управлению, с одной стороны. С другой стороны, это IoT решения, данные которых анализируются и результаты аналитики визуализируются или продаются. Может быть и то, и другое. По большому счету, в IoT Suite оба этих паттерна реализованы. Например, в паттерне Predictive Analytics частью вашего решения уже является сервис Machine Learning с уже настроенным каким-то шаблоном обработки данных. Если вы захотите получить какую-то другую аналитику, вы берете этот Machine Learning, который уже для вас создан, и меняете в нем просто модель обработки. Если вам не нравится визуализация, которая разворачивается при IoT Suite, вы меняете только WebUp. Если вам не нравится еще что-то, вы меняете конкретный компонент. Но это уже готовая инфраструктура, это готовые взаимосвязи между ажурными компонентами, которые уже работают, на которых можно прогонять ваши пруфов-концепты, пилоты, и, собственно, исходя из вот этого стандартного бангла, делать какие-то свои модификации. Но, опять-таки, если, скажем так, нет никаких ограничений или рестрикшенов, или рекомендаций не использовать микросервисы в ажуре для создания своих решений. Если вы чувствуете в себе, скажем так, силы разобраться детально, что из них является чем и как они между собой взаимодействуют, то не вопрос. В любом случае на архитектурных сессиях и на обучении мы это будем очень детально рассматривать. Так, это примеры. Ну и последнее, о чем я бы, пожалуй, хотел сказать в контексте ажура, это использование MSDN benefits. Идея состоит в том, что когда вы получаете без парк, вы получаете MSDN подписку. Да, и уже в рамках MSDN подписки вы можете использовать ажур, софт и так далее. Помните, что добавление вас как участника в программу без парк и возможность смотреть свою команду на сайте bespark.com еще не говорит о том, что вы имеете доступ к MSDN подписке. Для того, чтобы его заиметь, его нужно активировать. Это очень часто забывают стартапы. Реально очень часто. И они считают, что как только они попали в bespark, то есть у них есть аккаунт, они идут на сайт asual.com, нажимают purchase ажур, такие типа вяжут кредиточку, а потом спрашивают, почему она чаржится. Процедура активации ажура в bespark, она немножко другая. Она отличается от той процедуры, по которой ажур покупают. Поэтому, если вы хотите использовать бесплатные бенефиты, в визардах обращайте внимание на ввод кредитной карты. Потому что правильная активация ажура в bespark не требует ввода кредитной карты. Если вы наткнулись на этот момент, это значит, что вы сделали что-то не так. Лучше обратиться, наверное, ко мне, и я вам скажу, как это сделать правильно. В остальном, в общем-то, то, что я уже рассказывал, это 150 долларов в месяц. Есть пять подписок, вернее, пять участников bespark, каждому по одной подписке по 150 долларов. Есть еще программа bespark plus. Это для особо, скажем так... Одаренных. Ну, не одаренных, я даже не знаю, как сказать. Приближенных. Может, приближенных, да. Программа bespark plus подразумевает, по-моему, 120 тысяч долларов ажура на два года. На сейчас эта программа, можно сказать, что практически закрыта. В нее попасть очень тяжело, но потенциально возможно. За 23 долларов можно? А? За 23 долларов можно? Кому? За 323. Нет, на самом деле, здесь еще раз, попасть туда можно, но для этого нужно четко понимать, зачем вы туда идете. Потому что очень многие этого не понимают, просто хотя бы жули. Вот. И вторая история, это то, что вот в bespark plus 7 мы вас 100% на что-то закоммитим. Этот коммитмент, как правило, будет какой-то финансовый. Вот. Поэтому прежде, чем получать бесплатные ресурсы, подумайте, есть ли у вас деньги на коммитинг. Это что касается облака. Есть ли вопросы по ажурам? Это был такой очень высокоуровневый космический овервью. Детали технические мы будем рассматривать уже после на инкубационном цикле. Но если сейчас что-то непонятно, то можем как-то... Все понятно. Тогда третья часть. Третья часть. Это формат нашей сегодняшней работы. Смотрите, у нас работает, в принципе, два Wi-Fi. Первый Wi-Fi это MSFT Open. Второй Wi-Fi это непосредственно IoT Lab'овский Wi-Fi. Я его вывел сюда. Роутер находится у нас там в Lab'е и он, в принципе, сюда добивает. Я вам рекомендую использовать MSFT Open в случае, если вы случайно лазите в интернете и так далее. А IoT Lab'овский SIP использовать для коннекта ваших устройств, если вы собираетесь сейчас там разворачивать такой development и там кодить свои прототипы. Как мы работаем? Значит, до часу дня наша задача это финализировать, что вы будете делать в рамках этого хакатона. То есть мне нужно понять, во-первых, кто есть кто, наверное, базово. И понять, что вы хотите делать. Потом мы идем на обед. И с 14 до 16 у нас работа в командах. То есть вы уже работаете над заданиями, которые, в общем-то, вы сами себе ведете. С 16 до 17 у нас первый чекпоинт. Задача этого чекпоинта – это краткий статус-ревью. Какие у вас есть проблемы, что вы уже сделали, что собираетесь сделать завтра. И после этого вы уходите на работу дома. То есть в 17.00 мы расходимся. Собираемся мы завтра с 9 до 10. Опять-таки будет утренний кофе и второй чекпоинт. Предполагается, что когда вы идете домой, вы там тоже что-то поделаете. И с 10 до 13 у нас работа в командах. С 13 до 14 – обед. С 14 до 16 – опять работа в командах и подготовка презентации. С 16 до 17 – питчинг. На питчинг придет наш партнер Маргарита Черненко из бюро бизнес-инжиниринга. Формат питчинга будет следующий. В течение 5 минут вам нужно будет презентовать свой проект. Что я хочу видеть в презентации и то, над чем вам нужно подумать. Первое – это какие-то визуалы вашего сервиса. Это могут быть архитектура, это могут быть скриншоты веб-портала или еще что-то. Какие-то фотографии. В общем, я хочу понять, как это выглядит. Второе – я хочу видеть рынок и модель монетизации. Как вы это собираетесь продавать и как вы это собираетесь монетизировать. При этом желательно как-то это привязать к облачной модели. И, собственно говоря, ну, наверное, все, пожалуй, по поводу питчинга. Все питчинги мы записываем на видео и в понедельник-вторник собираемся с партнерами. Пересматриваем все эти питчинги. Я им даю инсайты по результатам общения с вами. И во вторник или в среду мы уже будем иметь решение, какие команды проходят в инкубационный цикл, а какие не проходят. Поэтому сегодня объявлений, кто прошел, кто не прошел, ну, как такового не будет. Вы все получите уведомления по e-mail или по звонок. Но, опять-таки, как я говорил в начале, те команды, с которыми мы не сможем работать то, что называется on-site, а именно у нас в офисе, мы, скорее всего, будем работать удаленно. То есть, в принципе, как бы, если ваш проект относится к IoT, если вы понимаете рынок, если вы понимаете модель монетизации и понимаете, как вы будете его делать, то нам с вами по пути. Вот. Это у меня кратко все. Теперь что мы сделали? Первое. Весь офис Microsoft, ну, по крайней мере, публичная его часть, объявляется зоной свободной для творчества. В принципе, вы можете находиться здесь. У нас также есть переговорки, где есть флипчарты и удобные столики. Если вы хотите что-то порисовать с командой, о чем-то договориться и так далее, не делать это, допустим, публично, вы можете пойти в любую из переговорок. Охрану я предупредил, вас трогать никто не будет. Вот. Можете там пообщаться. Лучше там не работать, потому что, скажем так, у нас не хватает всех переговорок на каждую из команд. Вот. Но, как минимум, некий place, где вы можете там посовещаться, подумать, порисовать и так далее, у вас есть. Это первое. Второй момент. Здесь есть несколько столов. Я вам рекомендую сейчас как-то выделиться среди остальных. Я имею в виду, вот там, сейчас я не понимаю, где какая команда. Нужно сделать так, чтобы я это видел. Для этого, опять-таки, вы можете двигать столы. Я предполагаю, что по два стола на команду. Да, вот как-то можно начинать разворачиваться и, собственно говоря, самообустраиваться в виде какого-то рабочего места. Если вам нужны какие-то, нужна какая-то помощь, я не знаю, там, нужно что-то принести, нужно там еще что-то. Можете обращаться ко мне. Я даже сегодня планирую смотаться на радиорынок, поэтому, если вам нужно что-то купить, то я могу, в принципе, попробовать это привести. Вот. И первое, что я хочу от всех услышать, это чем вы собираетесь заниматься сегодня и завтра. Мне нужно, чтобы вы сформулировали какое-то для себя задание, такое желательно, которое можно проверить. Ну, то есть, условно говоря, вот сейчас у нас это, планируем сделать вот это. И давайте сейчас вот у нас 12 часов до обеда, то есть у вас есть 40 минут на то, чтобы расставить столы и сформулировать, чем вы будете здесь заниматься. Окей? Есть вопросы? Тут Ethernet есть? Не уверен. Но может и есть. Георгий, ты чухнешь? Зараз просто, давай, прикиньте, ты не готова, сможешь... Я сам уголовник. Ну, давай, ты чухай, ты парни. У нас прямо будет камера стоять. Скайпер, куринцію. У коротцу, да? Дядь ты из дома. Если что, то завтра... Завтра будешь сцей, подтянуйся на обед. Завтра думаешь, что делать? Ну, подтянуйся. Ну, подтянуешься на обед. Ну, подтянуйся на обед. Ну, если нет, то... Если будешь ты из дома, то вычинь, ты пойдешь под ключкой. И... Ну... Ну, короче... Ну, подтянуйся на обед. Ты остаешься или продаешься? Ну, в нем... Пойдет такой вариант. Сейчас. Да, где... Как хорошо. Сейчас я вам скажу. А... Давай сейчас проведу Диму и... Да, я же буду тратить. Точно, я обещаю. Продолжение следует...